МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Смотри в оба программы о новостях и тех, кто их делает. В студии Андрей Черкасов. Мы ищем информацию из разных источников, сравниваем и представляем на ваш суд. В ближайшие полчаса о том, чем были заняты СМИ на этой неделе. Сегодня в программе. Осенние заморозки, резкое обострение в отношениях России и США. Зрители российских телеканалов пугают новой холодной войной. Нельзя притворяться свободными. 10 лет назад была убита обозреватель новой газеты Анна Политковская. Ее слова актуальны и сегодня. Конечно, ты боишься за свою жизнь. Риск, в принципе, является частью нашей профессии. Если устал и не можешь больше рисковать, уходи. Что касается меня, я пока не устала. Как новая газета продолжает дело погибшей журналистки. Нобелевская премия мира как яблоко раздора. Кто из лауреатов самой престижной награды вызвал больше всего споров? Холодная война, ядерная угроза, учение гражданской обороны для 40 миллионов человек. А еще постоянные базы России в Сирии, а может и в других точках планеты. Ракеты, ракеты, ракеты. Будем сбивать и бомбить всех и все, что мешает нашим военным. Таков посыл федеральных российских телеканалов. Говоря проще, кругом одни ультиматумы. Мирные переговоры по Сирии провалились. Договор по уничтожению Плутония фактически разорван. США обвиняют Москву во вмешательстве в американские выборы. Россия в ответ проводит массовые учения гражданской обороны. Обстановка напряженная, и российские СМИ подогревают чувство тревоги. Отношения России и США совершили резкий, хотя и ожидаемый поворот. Прогибаться дальше, слушая вранье из Вашингтона, уже не имеет смысла. У России серьезный список претензий. В российско-американских отношениях наступил коренной перелом. Не стоит ли мир на пороге новой войны? В новостях говорят о ядерной угрозе, об американской системе ПРО и о силе российского оружия, опробованного в Сирии. На крупнейших телеканалах итоговые выпуски посвящены противостоянию США. Зрители уверяют, американцы нарушают договоры, ведут пропаганду и готовятся к войне. Американцы нарушают российско-американские соглашения по ядерным силам. Американские спецслужбы собирают компромат на русских, активно используя интернет. Вспышки ненависти по отношению к России. Западная пропагандистская машина. Есть люди в Вашингтоне, которые хотят войны, настоящей войны. Зрителю говорят, американцы готовы на все, лишь бы сохранить ускользающее влияние в мире. Причина агрессивной политики США в осознании Вашингтона – потери своего всемогущества. Чего стоят все эти американские заклинания о собственном доминировании и лидерстве? А что же американские СМИ? На фоне российских звучат более сдержанно. И о российских хакерах говорят намного больше, чем об оружии. Россия размещает в Сирии свои системы ПВО. Впервые вне своей территории. Этот день запомнят как Черную Пятницу. США обвинили российское правительство в хакерских атаках с целью повлиять на выборы. Это всего второй случай в истории, когда Белый дом обвиняет руководство другой страны в кибератаках. Американский зритель обострение отношений между странами видит совсем не так, как россиянин. Ему никто не говорит об изменении миропорядка. Если речь и заходит о новой войне, то только о кибер. Не то, что возможность открытого противостояния, но и даже холодной войны отметается. Это новая холодная война? Нет, это очередное обострение. Мы это уже видели при прошлых администрациях. Общий спад в отношениях. Президентские выборы сыграют решающую роль в разрешении этого обострения. Итак, насколько российский вопрос занимает американцев на самом деле? Мы решили поговорить об этом с обозревателем «Голоса Америки» Александром Григорьевым. Саша, добрый день. Российские эфиры забиты сюжетами об агрессивности США. Такое ощущение, что в небе над Сирией вот-вот произойдет столкновение между Вашингтоном и Москвой. А что на эту тему говорят американские СМИ? Американцы интересуются внутренними новостями. Если вы включите американский СНН и будете смотреть на протяжении нескольких часов, России, может быть, будет посвящено 5-7 минут. Остальное внимание будет включено наводнению, поездке Хиллари в такой-то город, выступлению Трампа там-то. Россия интересует американцев, ну, как такой вот новостной фон. Да, то есть, как она на уровне Филиппин, Нигерии, Южной Кореи. Примерно так же. Я вот покажу вот сегодняшние две газеты, которые «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Это, можно сказать, две главные политические газеты Соединенных Штатов. Вы видите, слова «Россия» нет нигде. Ни одного российского заголовка. Неужели американские СМИ игнорируют российскую тему? В связи с чем вообще упоминается Россия? Это выборы в первую очередь, атаки хакеров. У недавних, так сказать, быстро возникла и быстро сошла тема ядерная. А как же угрозы мировому господству США, о которой трубят российские федеральные каналы? Россия не свет в окошке. У Америки есть более важные и, так сказать, необходимые интересы. И Россия в этом смысле, она становится раздражителем и угрозой. Америка вынуждена думать, ну, Господи, а как нам что? Действительно нам жить в условиях нового холодного война. Зачем нам это надо? Получается, что в американских эфирах нет и следа той нервозности, той напряженности в стиле карибского кризиса, который присутствует в российских эфирах. А вообще, чем отличаются информационные программы в обеих странах? Между российской и американской журналистикой есть, к несчастью для российской, очень большое различие. Дело в том, что американские журналисты и эксперты обсуждают действия России как государства, которые их могут устраивать, либо не устраивают. Речь не идет о том, что русский народ сам по себе ужасный, агрессивный, страшный, ему нельзя доверять. А российские СМИ говорят о каких-то негативных чертах, присущих американскому государству, американскому народу в целом. Ну, все американцы тупые. Это неадекватный уровень дискуссии, это не журналистика. Вы знаете, вот российские телешоу, я их иногда включаю, честное слово, редко, они мне напоминают вот шоу, на которых там, например, обманутая жена приходит в студию рассказать, что вот муж ее избивал, и вот вообще он ушел к любовнице, и вот они там начинают друг на друга орать, они начинают, так сказать, выяснять отношения. Это шоу категории «Б». То, что показывают российские основные каналы, мне напоминает вот эти шоу. Да, действительно, многие политические ток-шоу на российских телеканалах мало чем напоминают дискуссию. Любая альтернативная точка зрения, любое мнение, которое идет вразрез с политикой канала, либо захлопывается, либо закрикивается, а недавно, как это произошло на НТВ, не согласно, его вообще просто выгнали из студии, чтобы не мешал. Спасибо, Александр. Далее в программе. Независимая журналистика в России. Как ей живется теперь? Десять лет назад была убита обозреватель новой газеты Анна Политковская. Коллеги продолжают ее дело. О чем пишет сегодня новая газета? Американская политика и российская пропаганда. Почему Дональд Трамп цитирует фальшивки российского государственного агентства «Спутник». Она родилась в семье дипломата в Нью-Йорке. Выросла в Москве, где закончила журфак МГУ. Работала в разных изданиях, но любовь и уважение читателей, а также раздражение и ненависть тех, кого критиковала, она снискала как обозреватель новой газеты. Десять лет назад в Москве была убита Анна Политковская. Это преступление до конца так и не раскрыто. Осудили исполнителей, но заказчик до сих пор не найден. Наши спецслужбы, но руками чеченцы. Подконтрольный теракт. Управляемый теракт с большими человеческими жертвами. Путин и люди вокруг него накручивали ситуацию ради того, чтобы президент на этом фоне выглядел классно. Группа лиц наших военных упражняется в самых средневековых пытках. Солдаты очень тяжелые на Второй Чеченской войне. Рамзан Кадыров, вот этот омерзительный младший сын Кадырова, который возглавляет на сегодняшний день эскадрон смерти при Кадырове. Он умеет лизать ручку большого белого царя и умеет при этом говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место. Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара. В нашей стране традиционно человек все-таки пыль под ногами власти. Я лично не хочу жить в великой державе. Я хочу жить среди людей, которые себя уважают, потому что они не голодны, потому что у них есть работа. Анна, за свою жизнь не боитесь? Нет, ну каждый боится. И тем не менее все равно. А что делать? Коллеги Политковской по новой газете продолжают работать. Как и Анна, они берутся за темы, писать о которых в России небезопасно. На этой неделе издание проиграло судебную тяжбу с Игорем Сечиным. Новое написала о роскошной яхте главы Роснефти принцесса Ольга, названная в честь жены бизнесмена. А тот через суд потребовал официального опровержения. Издание с таким решением суда не согласны, собирается его обжаловать. История о новой газете открывает серию наших репортажей о независимых СМИ в современной России. Коридоры в редакции новой – это улицы, площади и даже проспекты. Некоторые названия поначалу удивляют, но оказывается, что Сталина – всего лишь имя буфетчицы, живой легенды редакционного коллектива, работающей здесь много лет. Остальные имена к шуткам уже не располагают. За право причислять себя к исчезающему виду свободной прессы новая газета дорого заплатила. Давая задания корреспондентам, мы должны помнить, прежде всего, о их безопасности. Учитывая то, что у нас трагичный опыт, и мы потеряли пять журналистов и адвоката, начиная с 2000 года, естественно, если возникает какая-то угроза для безопасности нашего журналиста, мы стараемся эту тему свернуть, или, по крайней мере, отложить на какое-то время. Одно время мы не работали, ну, наши корреспонденты непосредственно не выезжали в Чечню, потому что это было опасно для нас после гибели Анны Политковской и особенно Натальи Эстемировой. Потом потихонечку вернулись к работе в Чечне. Вот так приходится зависеть от окружающей ситуации. Жизнь не благодаря, а вопреки. Еще до того, как журналистов новые начали убивать, газета несколько раз едва не закрылась. Рекламодатели обходили новую стороной, как обходят прокаженных. Слишком острые темы поднимаются, у слишком больших людей это вызывает раздражение. Новая – одна из немногих российских газет, занимающихся расследованиями, за что и получила репутацию оппозиционной. Хотя нас и считают оппозиционным средством массовой информации, мы себя так не позиционируем. Почему? Потому что оппозиционная, а что такое оппозиция? Это некая политическая сила, которая находится не у власти, к этой власти стремится. Мы к власти не стремимся. Мало того, мы не являемся к никаким партийным СМИ. У нас нету редакционной политики на поддержку каких-то политических сил и движений. Мы просто освещаем происходящее в стране и выполняем свою работу. Поэтому если, допустим, условный парнац сделать какую-нибудь гадость, мы об этом напишем точно так же, как это сделает Единая Россия. Сегодня независимых печатных СМИ в России немного. Рынок, по словам шеф-редактора «Новой газеты», схлопнулся вслед за общественно-политическим телевещанием. Признаки жизни подают только интернет-СМИ. Но они для властей не опасны. В России по привычке смотрят телевизор, читают газеты. Лишь не очень большой сегмент населения знают, что существует СЛОН или какие-то другие сетевые средства массовой информации. Все это было сделано исключительно для того, чтобы зачистить санкционную площадку, для того, чтобы была единственная точка зрения, для того, чтобы можно было проводить массовые пропагандистские акции, как это было с историей с Крымом и с Восточной Украиной. Когда градус в кавычках патриотизма, а на самом деле истерии шовинистической был настолько высок, что позволило властным структурам сделать все, что они хотели. Несмотря на огромные аудитории российского телевидения, «Новая газета» сохраняет читателя. Ее козырь по-прежнему журналистские расследования. Над ними работают три десятка репортеров, половина всего журналистского коллектива. Среди нашумевших работ группы смерти о массовых самоубийствах подростков и «Секрет принцессы Ольги» о связях руководителя «Роснефти» с одной из самых дорогих яхт мира. За историю о роскоши на редакцию подали в суд. За материал о подростках критиковали коллеги. Однако новую этим не остановить. Газета слишком дорожит своим правом свободно писать о проблемах России. Александр Кулыгин специально для программы «Смотри в оба» Москва. Далее в программе. Бессмертный русский медведь и муха имени Хиллари Клинтон. Как реагируют на президентскую гонку в США российские социальные сети. И почему Дональд Трамп цитирует фальшивки российского агентства «Спутник». Споры о мире. Кто больше других достоин премии Нобеля. Нобелевская премия мира очень почетная. И СМИ внимательно следят за ее присуждением. Иногда ограничиваются дифферамбами в адрес лауреата, но часто, как и в этом году, ведут жаркие дебаты. Победа президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса за мирный договор с постанцами из группировки ФАРК – одна из самых спорных в истории этой награды. Давайте посмотрим, какие еще решения Нобелевского комитета были неоднозначно приняты гражданами и политиками. Открывает пятерку лауреат этого года – президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Он приложил много усилий, чтобы прекратить многолетнюю войну с боевиками группировки ФАРК. Даже склонил их к перемирию. И хотя народ Колумбии на референдуме идею не поддержал, это не помешало Нобелевскому комитету отметить старания президента. Он приложил много усилий, чтобы завершить конфликт длиной более чем в полвека. Так можно было и лидерам ФАРК дать премию мира. Колумбийцы сказали этому договору «нет». Какой ценой им предлагали мир? Ценой амнистии для террористов? Немало пересудов вызвало решение комитета в 2009-м. За усилия по укреплению международной дипломатии отметили американского президента Барака Обаму. Как и в случае Колумбии, многим тогда показалось, что награду дали преждевременно. Мы оказались в особенном мире, где добрые намерения награждают до того, как они превратятся в реальные дела и настоящие факты. На третьем месте лауреат 2012 года. Евросоюз был награжден за роль в объединении континента. Впрочем, на момент награждения особого внутреннего согласия в Европе не наблюдалось. Решение Ангелы Меркель приехать в эту разбитую рецессии страну вернуло на улицы Афин свастики. Решение Нобелевского комитета вызвало осуждение и критику. Еще больше споров вокруг лауреата 1989 года. Это 14-й Далай-Лама, духовный лидер Тибета. Человек, признанный во всем мире, как один из самых выдающихся защитников прав человека. Совсем иначе к нему относятся в Китае. Для официального Пекина Далай-Лама – смутьян, сепаратист и угроза государственности. Далай-Лама открыто осуждает коммунистическую партию Китая. Говорит, что она построена на лжи и управляется лицемерами. Китайский режим обвиняет Нобелевского лауреата и духовного лидера в том, что он террорист, призывающий к кровавой революции. Самым спорным можно назвать решение комитета в 1994 году. За усилия по достижению мира на Ближнем Востоке одним из лауреатов премии стал лидер организации освобождения Палестины Ясер Арафат. На этих кадрах Арафат пожимает руку израильскому премьер-министру Исхаку Рабину на лужайке перед Белым домом. В следующем году оба получили Нобелевскую премию мира. Это решение вызвало протесты. Один из членов Норвежского Нобелевского комитета даже ушел в отставку. Дать премию мира Арафату значит объявить всему миру о поддержке международного терроризма. На премию мира в разные годы номинировали Фиделя Кастро, Владимира Путина и даже Дональда Трампа. В 2011-м выдвигали основателя Викиликс Джулиана Ассанджа. Премию он тогда не получил. А недавно Викиликс ввязался в предвыборную гонку в США. Опубликовал переписку бывшего госсекретаря, кандидата на пост президента Америки Хилари Клинтон и главы ее предвыборного штаба. Письма растащили на цитаты многие издания. Не осталось в стороне и российское информационное агентство «Спутник». Оттуда, претерпев некоторые изменения, цитаты вернулись в США, прямо в уста Дональду Трампу. Как это было в нашей рубрике «Фейк неделя». Конец права The attack was almost certainly preventable. Конец права This is familial. Марина Трампа The attack was almost certainly preventable. Сегон physician c Reed Дональду Трамп This just came out a little while ago. Американские выборы переплелись с российской политикой и в социальных сетях. В русскоязычном интернете следят за дебатами в США наравне с американцами, но обращают внимание на другие детали. О чем же жужжал на этой неделе Рунет? В обзоре Анны Шаманской. В США прошли первые и единственные дебаты кандидатов вице-президента страны. И они не обошлись без упоминания России. Кандидат от республиканской партии Майк Пенс процитировал то, что он назвал старой поговоркой. Русский медведь никогда не умирает, он впадает в спячку. В ответ американский сайт Салон попросил вывести на сцену биолога, который бы подтвердил его комментарии о медведях. Такой поговорки, конечно же, не существует, но высказывание американца понравилось официальному представителю МИДа Марии Захаровой. В фейсбуке она поделилась цитатой американца и от себя добавила, что русский медведь не умирает, в отличие от гризли. Более популярными были вторые дебаты кандидатов в президенты США. Большинство американских избирателей ожидали от дебата в развитии скандала, связанного с видео от 2005 года, которое опубликовала газета Washington Post. На видео 59-летний Трамп вульгарно говорит о женщинах из своей вседозволенности, благодаря статусу звезды. В русском твиттере эту новость интерпретировали несколько иначе. Некоторые пользователи, которые, судя по всему, не заметили ничего оскорбительного в высказываниях политика, опубликовали фото Трампа с подписью «Срочная новость! Дональд Трамп гетеросексуал». При этом, звездой в русскоязычных соцсетях во время теледебатов была не один из кандидатов в президенты, а муха, на секунду севшая на лицо Клинтон. В твиттере тут же появились аккаунты мухи Хиллари на английском и на русском языках. Кстати, русскоязычная муха уже успела побывать на лицах Ксении Собчак и Надежды Толоконниковой. Как твитнул блогер Рустем Адагамов, муха Клинтон и стала главной новостью российских СМИ. Телеканал НТВ даже пригласил эксперта-энтомолога, который рассказал им, что у мухи не было желания откладывать яйца на Хиллари Клинтон. Телеведущий Владимир Соловьев поделился фотографией Хиллари Клинтон и Ирины Яровой, на которую во время теледебатов села бабочка. Фото он подписал, без комментариев, бабочка, муха и политики. Некоторые пользователи соцсетей высмеяли излишнее внимание сторонников Трампа в Рунете к мухе. Один из юзеров отыскал методичку российских СМИ. Другой пошутил, что севшая на Клинтон муха станцевала лезгинку. Третий, что впоследствии муха секретным указом Путина была награждена орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Однако популярный микроблогер сделал довольно печальный вывод по итогам дебатов. Подумаешь, Хиллари муха села на бровь. У нас моль правит целым государством. Спасибо, Аня. Как видим, в соцсетях выражение не выбирают. Такое своеобразное крайнее проявление свободы слова или демократии. В традиционных СМИ подобные вольности позволяют себе немногие. В нашей рубрике «Цитаты недели» сильные миры сего говорят о демократии и свободе. А что такое демократия? Мы с вами хорошо знаем. Демократия – это что? Народ. Демократическое общество – это все-таки всегда общество хорошо подготовленных, образованных людей, людей с высокой культурой. Это есть демократия. Демократия – это народ командующий. Демократия – это власть и общество вместе. Демократия – это прежде всего народ. Это государство, которое живет в интересах, делает все в интересах народа. Демократия – это есть не начало пути. Демократия для нас – это конец пути. И мы, постепенно реформируя, принимая законы, двигаемся в этом направлении. И подгонять нас не надо. Никто нас не может ни в демократии, ни в тоталитаризме ни в чем упрыкнуть. Смотри ВОБА. Программа о новостях и тех, кто их делает. О фейках и сенсациях, о невольных ошибках и сознательных манипуляциях. Будьте внимательны и смотрите ВОБА. Каждую пятницу на канале «Настоящее время». Увидимся через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова